Всем привет! На протяжении своего развития человечество постоянно интересовалось космосом, и само собой возникли теории заблуждения. Как раз о последних мы сегодня и поговорим. Заблуждение первое. У Луны есть темная сторона. Луна всегда повернута к нам лишь одной своей стороной, и мы видим, что некоторые участки этой видимой стороны светлее, а другие значительно темнее. На этом и основываются многие доводы о том, что вторая, невидимая длина с половиной спутника Земли всегда покрыта мраком. Но это не так, ведь вторая половина тоже освещается Солнцем. Правда, световые циклы длятся здесь немного дольше, чем на Земле. По продолжительности полный лунный день равен примерно двум земным неделям. Таким образом, темная сторона Луны – это скорее устойчивое символическое выражение, чем реально существующая зона на спутнике Земли. Заблуждение второе. Солнце и Луна – это единственные космические тела, которые мы можем видеть днем. Если Солнце можно видеть днем на небе практически всегда, то Луну лишь изредка, обычно рано утром или перед сумерками. А как насчет остальных небесных объектов? Венера – это самая яркая звезда на ночном небосклоне. Видна она и в дневное время, но она находится слишком близко к Солнцу. А люди обычно избегают смотреть на Солнце, чтобы не повредить себе глаза, поэтому ее мало кто замечает. Заблуждение третье. Солнечная температура постоянно растет. Ученым удается отслеживать солнечные циклы, начиная с 1843 года. Выяснилось, что в пределах определенного периода температура Солнца действительно повышается, но затем она снова снижается. Примерная продолжительность цикла активности Солнца равна 11 годам, так что ни о каком постоянном повышении температуры говорить не приходится. Заблуждение четвертое. Между звездами и планетами находится полнейшая пустота. Само слово «космос» ассоциируется у большинства из нас с бесконечным холодным пространством, кое-где утыганным точками звезд и планет. Между тем, во Вселенной постоянно происходят процессы формирования новых звездных систем и галактик. А как вы думаете, за счет чего? Ученые считают, что космическое пространство заполнено темной материей, которая заставляет Вселенную постепенно расширяться. И если мы ее не видим, то это не значит, что ее не существует. Поэтому космос совершенно не пуст. Заблуждение пятое. Все экзопланеты похожи на Землю. Экзопланета – это планета, которая по своим характеристикам сравнима с Землей. И когда средства массовой информации сообщают, что найден очередной двойник Земли, они просто пытаются раздуть сенсацию из астрологического открытия. На самом деле, все обнаруженные до сих пор экзопланеты расположены на таком огромном расстоянии от Земли, что мы не можем даже вычислить их точной размеры. Не говоря уже о таких вещах, как температура на поверхности, а также состав атмосферы.